здравствуйте дорогие друзья мы с вами на очередной встрече с аленой исаковой и сегодня учитывая что буквально несколько дней назад у нас стартовала green card лотерея и можно уже заполнять формы очевидно все наши зрители новые и старые в общем-то озабочены этим вопросом в какой-то мере поэтому сегодня у нас будет тема такая иммиграционная и мы с аленой поговорим немножко о том как она сама приехала в америку да ален это сколько сколько девочки очень рада видеть себя светочка уже 7 лет вот в этом октябре 7 лет как мы приехали в сша когда возникла идея что вы все таки хотите уехать что вы начали предпринимательские какие у тебя были мысли по этому поводу что вы должны делать куда бежать вы рассчитывали может быть тоже на green card лотерею или вы не пользовались ей то есть как у вас процесс этот шел я никогда не играла в green card лотерею просто я как бы доверять жизнь лотереи никогда это не мой путь я как бы в свои руки где-то беру ситуация а лотерея для меня это всегда такой большой выигрыш не выигрыш действительно это произошло удивительно для меня это конечно было очень удивительно вот что такое тоже работает но для меня но как бы наш путь был не путь лотереи а как вы выбирали вообще каким путем идти вы что-то ресурс какой-то делали или как вы поняли как вам нужно уезжать но мой муж этим вообще не занимался то есть как бы он дал свое благословение дал свое разрешение что-то посмотри поищи пути на самом деле в 2005 году я начала об этом думать и я в это время не очень хорошо владела еще компьютером не очень хорошо умела вот там искать но для меня это какой-то был такой большой то есть у меня внутри во-первых было понимание что вот мое время в россии оно закончилось то есть это было такое ну внутреннее убеждение я понимала что я уже все что могла сделать сделала и я увидела что происходит вокруг но так как я высокой моде из-за этого я пересекалась с людьми обреченными там властью или деньгами я видела и могла наблюдать что происходит и а честно хочу сказать что мне это не очень нравилось и как бы я когда уехала окей ты приняла решение что вы хотите уехать дальше что как ты решала каким способом я естественно в интернет я полезла и стала смотреть какие способы существуют и вот этот во-первых страна куда да да потому мир большой и мы очень часто ездили в англии у нас ребенок в это время в англии был и кроме того очень мне очень нравилась австралия сидней вы были там я на меня там показ на неделе моды был и это совершенно потрясающее время вообще дивный город и когда я увидела людей которые едут на работу на афере это такие кораблики и что очень много домов на заливе находятся очень красиво вообще мне очень понравился этот город я стала думать об австралии тоже вот и много разных вариантов было и франция где у нас очень много друзей ну а почему америка тогда на самом деле мы сначала думали о франции и мы поехали на разведку не просто в отпуск поехали с мужем на разведку по поводу франции на юг франции у нас вот друзей там виноградники очень красивые места мы там познакомились с американской парой абсолютно очаровательно из вашингтона и мы с ними поговорили и просто вот увидели что вообще ну как как то вот зародилась эта мысль насчет америки на самом деле это для нас было знаком они просто сказали ребят приезжайте к нам вы нам нужны ну хорошо и потом какой был следующий шаг следующий шаг каким образом мы поехали просто посмотри опять-таки мы в америке много раз были но перед тем как поехать окончательно мы решили поехать и посмотреть и мы поехали в вашингтон вот к этим людям и взяли машину и проехались меня как раз пригласили в техас выступить лекции почитать там пустыне и мы на машине проехали вот от вашингтона до хьюстона останавливались и у нас были такие удивительные какие-то встречи столько вещей подтверждала что нам надо ехать просто вплоть до того что мы в смоке манглинг встретили из россии человека вообще нашего старого знакомого в ресторане который сказал ребята давайте сюда то есть это было очень здорово улись домой стали думать каким путем это все надо сделать и я просто вот знаете интересно было вдруг вот это вот виза и биван она как будто высветилась я открыла какую-то страничку я просто поняла а ты посни пожалуйста что такое и биван экстра одинаре абилити то есть это виза для талантливых людей на самом деле довольно трудно получить как я поняла и но вот для меня вот кстати это как было как вспышка вот я смотрела это все потому что мы могли бы уехать и другим путем совершенно то есть он так как мы верующие люди мы могли убежать как вот беженцы но не было у нас ощущение что мы так должны делать потому что очень хотелось иметь свободу путешествовать и вообще как бы вообще как бы для меня было очень важно внутреннее состояние как я сюда приехал то что если я приехала бы как беженец я бы всегда чувствовала себя беженцем но это для меня так вот поэтому мне очень понравилась вот идея этой и биван экстра одинаре абилити виза для талантливых людей ее тебе не нужен человек или организация которые тебя приглашают для этой визы вот что мне больше всего понравилось ты доказываешь что ты относишься к своем своей профессии ты достиг экстраординарных высот у вас адвокат какой-то был который вас представлял или вы сами все делали мы начали сами потому что в россии как бы у нас не было адвокатов никаких ничего я стала исследовать этот вопрос что надо какие документы и рекомендантные письма и я в россии начала это все подготавливать какие-то ну где у меня выставки проходили брала я поняла но потом у вас был все-таки адвокат на американской стороне я познакомилась через интернет с очень интересной художницей здесь в вашингтоне и она мне рекомендовала адвоката это уже по рекомендации было и мы приехали такой очень классический был адвокат русскоязычный и он уже документы оформил но портфолио все мы делали сами то есть это не он 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 в принципе бумаги оформил то есть сколько времени заняло вот от того как ты начала исследовать и допустим поняла что это должно быть экстраординариабилити сколько времени заняло до приезда в страну ну в 2005 году я поняла что надо ехать а в 2009 году мы поехали во францию на разведку и в 2009 я приехала я нашла вот осенью вот этот путь открылся так ну я поняла а в 2011 осенью мы приехали уже чтобы делать мы приехали в соединенные штаты чтобы отсюда делать эту визу потому что я прочитала что намного лучше делать отсюда поэтому сначала въехали в страну а потом уже делали открыты были то есть у нас как бы проблем не было и мы мы въехали в страну и здесь в течение еще трех месяцев с учетом местных реалий дорабатывали наши документы у нас у нас уже был адвокат он нам посоветовал то-то 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 то есть мы доработали три месяца их и послали вот это все там такое портфолио было громадное то есть там пришлось переводить книжек даже даже фильмы надо было описание у меня сделал несколько фильмов как бы два фильма до жизни творчества еще другой телеканал это было самое сложное пересказать это видео своими словами на русском это было просто даже смешно потому что это такой вот ну как объяснить что вот кино это про меня это такое-то говорится в этом кино сколько времени заняло после того как вы подали документы до утверждения сколько времени прошло так мы подали это я сейчас пытаюсь вспомнить потом мы получили карточку чтобы путешествовать и разрешение на работу это сразу произошло или через какое-то время где-то произошло через наверное месяца три-четыре и разрешение на работу появилось и потом где-то через полгода пришло совершенно ужасное письмо о том что у нас рекомендательные письма из несерьезных организаций и пример в этом письме был приведен письма из эрмитажа государственного от хэд-директора то есть мы выпали в осадок потому что в россии ничего круче нету но они не поняли да у них свои мерки просто вот так что ты чувствовал в этот момент я у нас у нас сияйца были в одной корзине вот проблема то есть да ты получаешь вот и и главное что ладно а что я могу больше взять чем эрмитаж правда ничего да 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 в россии то нет ничего и еще было что пресса не свежая то есть а я же уже год в и там вог эль журналы по-видимому господину из техаса они ничего не говорили ему наверно нужен таймс и вашингтон тост это то что он читает ну наверно слушай они же тоже не профессионалы в этой области и тогда наш адвокат сказал я напишу письмо объясняющее что такое репетаж ну но вам надо срочно найти рекомендательные письма из соединенных штатов и то что я сделала это очень было прикольно потому что я пошла самый крупный музей очень солидный к это это на самом деле наверное такой опыт вот пригодится кому-то потому что меня дались познать но у нас действительно связи очень хорошие здесь в америке вот и меня пытались познакомить и мы пошли на наши друзья они жертвователи в этом музее и мы пошли на вечеринку все жертвователи этого музея и я подруга американка она пыталась всячески найти человека который нас представит а я смотрела закончился эта встреча закончилась очень смешная история и он идет и он идет прямо на меня и я думаю а зачем я подхожу к нему без нее вообще она кого-то и скалывает мы и говорю привет я я из россии художника и я подарила ему свою книжку красочную такую и нас там таком был востребован он говорит моя я обожаю я петербург эрмитаж и он просто вот и короче он пригласил меня к себе в гости в этот его музей на встречу и подходит моя подруга и я ей уже представляю этого куратор этого директора музея она чуть у нее слезы на глазах потом были а на гатальон ты не писаешь насколько он важный человек с ним познакомиться а я ее уже знакомлю и на следующую неделю мы приехали к нему в кабинет там такой кабинет на кино кино просто и он посмотрел мое портфолио и у меня там написано родилась грузии у меня рекомендантное письмо из мультажа он растаял потому что он обожает белиси он достал бутылку боржоми из его шкафа который он хранит после поездки он достал бутылку балтики и после посещения и он не написал сказал в нашу я к сожалению не могу ему очень понравились мои работы все и он сказал в нашем музее только мертвые художники к сожалению мы не можем сделать вашу выставку он написал совершенно шикарно рекомендантное письмо более того он познакомил меня еще с другим музеем которые сделали совершенно потрясающую выставку вот и это просто вот как-то ну но действительно если у тебя что то есть то ты просто можешь смело то есть рекомендации и из россии она помогла мне получить рекомендации здесь и мы послали эти рекомендации несколько круто у нас сосед оказался совершенно забегает вот как раз мы получили когда письмо прибежала подруга моей подруги она говорит что вы такие грустные мы говорим вот такая ситуация почему моего мужа не попросить рекомендантное письмо написать а что и потом когда он написал это письмо там такие у него были регалии он там спитник по культуре президент одного был какой-то подвязки голубой чего-то такого мы этого даже не знаем а он просто коллекционер у меня картины покупал я даже не знала что он такая такой вообще важный человек короче короче все получилось и если бы мы были в россии у нас бы это не получить нужно быть на месте да да все это было очень важно и я вывод тогда сделала что конечно все яйца в одну корзину класс нельзя потому что ну вот как бы вот так вот вот напишут тебе потому что в этой визе самое главное чтобы тебя признали признали не выдающимся то есть у них есть категория выдающиеся и экстраординарные они просто могут мы тебе написать что ты выдающийся художник но визу мы тебе не даем потому что не экстраординарные и это очень опасный такой момент то есть это не простая виза и просто надеяться на нее это немножко опасно а у нас как бы этого не было мы просто честно говоря могли бы и пролететь ну послушай очень классно что все сработало да то есть теперь задним числом и говорим классно все супер замечательно что сработало но все-таки советуем когда как-то немножко диверсифицировать усилия какие-то да но я тоже по своей жизни я знаю например такую вещь что если например чего-то очень сильно хочется да то почему то она не получается ну казалось бы да с конце концов если чек прилагает все свои силы все свои усилия на достижение какой-то цели и потом у него облом происходит да почему так происходит но на самом деле есть какие-то другие законы которые мы не можем не объяснить ничего они просто существуют и все и нужно признать что они существуют что если идет перегрузка какого-то явления да то она не получается так нужно отпустить расскажи вот проверь мне очень понравилась эта мысль да для меня ну принцип моей жизни что нельзя цепляться в жизни ни за что слишком сильно то есть ты если схватишь там бабочку ты ее задушишь и вот чтобы красиво веером управлять его нельзя держать вот так вот в кулаке то есть веер он играет в руке и поэтому это фактически жизнь то же самое то есть ты не не цепляешься то есть надо быть открытым к тому что происходит в жизни открытым надо быть вот это ключевое слово руки они должны быть вот сжаты они должны быть открыты и это помогает нам видеть это помогает нам идти потому что к своей большой мечте ты идешь разными путями и может быть ты тропинка там вот вот она закончилась вот тупик ты можешь там сесть и умереть просто а на самом деле вокруг окружной путь он совершенно другой может быть поэтому нужно быть настолько вот чтобы твоя душа открыта была таковым каким-то встречам каким-то как мы например были нацелены на францию но когда мы туда приехали знаете для меня европа она вот как такая как кладовка или как дом красивый старой леди там настолько укомплектовано все культурное там очень трудно пробиться новое что-то принести свое очень сложно ты там просто будешь всегда вот как бы в чулане в чулане просто здесь от вот этой леди остатками какими-то но когда ты когда я поговорила с американцами когда я подумала об Америке потому что мне в голову не приходила Америка я всегда смотрела на эту страну как ну простите много еды и красивая природа и отсутствие культуры да вот так вот простите это просто европейский снобизм на самом деле когда я поговорила с этими людьми и приехали мы вот эту разведку уже с этой точки зрения сделали я увидела удивительную вещь на самом деле в современном мире именно Соединенные Штаты тенденция в культуре определяют не Европа потому что вот эта старая леди она конечно что-то демонстрирует но как бы современность идет отсюда и интересно было когда моя дочка приехала из Англии они вообще с мужем дизайнеры они как бы специалисты и она просто обалдела у них был тот же снобский взгляд но как увидела что здесь происходит как здесь все кипит она говорит мама же все идет отсюда сейчас но он так всегда была страна которая преуспевала там если Рим преуспевал естественно все распространялось на мир когда Париж преуспевал все распространялось на весь мир Лондон преуспевал все распространялся на весь ... слушай я такую вопрос прошивisation если ты упомянула дочку что она училась в Англии так а дочка приехала с вами или каким образом она польше приехала это еще это и их история я не хочу Я взрослая была, я не могла их писать, там это они сами приехали, сами этого добились, они молодцы такие, но я об этом не хочу говорить, потому что это её история. Ну понятно, да. Но они приехали, потому что мы приехали, они приехали сюда, увидели Америку. Влюбились, влюбились на всю оставшуюся жизнь. Они начались там, у них друзья в Аризоне были, у них была мечта пожить в пустыне, вот в этом, знаете, таком блестящем, как капсулеобразном вагончике. Они там прожили три месяца среди цветущих кактусов, этих гроз, и теперь они не хотят, чуваковчики, но они просто влюбились в Америку, им очень понравилось всё. И это просто как бы для них, они уехали из Англии с большим удовольствием. Вообще, как бы, после пяти лет в Великобритании, и нравится Британия, это не может не нравиться эта страна. Конечно, конечно. Ну, они поняли одну вещь, очень чётко, вот я, наверное, скажу людям, которые думают, куда в Европу ехать или в Соединённые Штаты. Они очень, при том, что, представьте себе, двух молодых людей, которые там в 20 лет уехали в Англию, да, которые говорят на блестящем английском, с британским акцентом, которые, ну, интересные, творческие, по идее, им настолько легко вписаться в общество, но они поняли, что что бы они ни делали, они никогда не станут полноценными англичанами. Это просто факт, вот это принять, ну, просто, ну, говорит, это надо принять и знать, что ты будешь иммигрантом всегда. И помните фильм Пуаро, да, когда этот роскошный бельгиец, ему всегда напоминают, что он бельгиец, вот пусть он гений там, пусть он так, но он бельгиец, он иностранец. Да, Америка – это единственное место, где ты можешь как-то вписаться, найти свою нишу и быть в нем самодостаточным, да, это очень важно, конечно. У меня настолько разница большая, ты просто здесь свой, ты вот американец, и тебя даже, даже ещё гринка, ещё гражданства нет, а ты чувствуешь. А ты уже чувствуешь, это определённое ощущение. У меня даже этого ощущения не было никогда в России, что вот это моя родина, никогда не было там такого ощущения, а здесь есть. Ну, хорошо, спасибо большое, Алёна. Я думаю, что у нас время сейчас уже поджимает, собственно говоря, уже поджалу совсем. Вот, мы на этой радостной ноте закончим. Вот, если вам понравилось, ставьте нам лайки, и Алёне за её мужественную эпопею иммиграции. Это на самом деле было очень стрессово всё. Это всё стрессово, в любом случае это стрессово. Да, это всё непросто. Да. Вот, ставьте нам лайки, приходите к нам в женский клуб и мужчины и женщины. Мы всем будем очень рады, пишите нам свои истории. Пока-пока. Пока-пока.